Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света и сегодня я в компании у Стины и Никиты. Никита Устина, давайте присядем с вами. Друзья мои, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, где вы сегодня оказались? В стране безопасности. Страна безопасности, правильно. И сейчас я вам и нашим маленьким телезрителям хочу подробнее рассказать, что это за удивительное место. Это замечательное место, оно единственное на Земле, где с вами, ребята, никогда ничего плохого не случится. На протяжении 4 дней, 4 дня мы будем с вами соревноваться. Мы будем узнавать о правилах безопасности и постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный, что поскольку у нас соревнования, то в конце 4 соревновательного дня у нас с вами определится победитель, который получит главный приз. Но тот, кто проиграет, хочу вас обрадовать заранее, без подарка тоже не останется. Ребята, я уже сказала вам и нашим маленьким телезрителям, что в нашей стране безопасности с вами ничего плохого не случится. Но вокруг нас, ребята, большой мир, и как раз таки там может произойти все, что угодно. И поэтому мы с вами должны быть готовы ко всему. Итак, сейчас я хочу вам рассказать о теме вашего соревнования. Но для начала ответьте мне, пожалуйста, вот на какой вопрос. Те предметы, которые лежат у нас на столе, что их объединяет? Смотрите, что у нас здесь есть? Это бинт, таблеточки, градусник измерять температуру, здесь пипеточка, йод, давление можно измерить тонометр, и фонендоскоп. Что все эти предметы объединяет, Никита? То, что они помогают лечиться больным. То есть, если у кого-то что-то болит, его можно выслушать... Правильно, правильно ты сказал, Никита. Устина хочет дополнить, да? Они для медицины. Правильно. Ребята, абсолютно правильно вы ответили. Все эти предметы были придуманы и изобретены для того, чтобы оказывать человеку медицинскую помощь. И вот мое первое задание для вас. Я буду читать загадку. Отгадка находится на доске. Твоя Устина слева, а твоя Никита справа. Вот, нужную картинку вы берете и переносите мне. Это задание, ребята, на скорость. За каждый правильный ответ у вас есть возможность заработать одну фишку. А если вы сделаете это быстрее соперника, то получите дополнительно еще одну. Понятно? Загадку, ребята, слушаем до конца. Раньше времени не стартуем. Я под мышкой посижу и что делать, укажу. Или разрешу гулять, или уложу кровать. Подержали. Ай, да молодцы. Отказали правильно. Так, единственное, что у Устины получилось немножечко быстрее. Что это у нас, ребята? Градусник. Градусник, правильно. Так, ответили вдвоем правильно. Поэтому каждому по фишке. Никитка, держи, твоя. Устинушка, твоя. И Устина за скорость. Никита, тоже будь на чеку. Скорость в нашем деле, это очень важно. Вторая загадка. Хоть ранку щиплет, он и жжет, отлично лечит. Рыжий. Побежали. Рыжий. Устинушка, рыжий. Это у нас что? Зеленка. А это у нас что, Никита? Йод. Устинушка, ты на всякий случай свою отгадку повесь назад. Вдруг она тебе еще пригодится. Так, Никите, из-за скорости, из-за правильного ответа, две фишки. Молодец. Итак, третья загадка. Слушаем. Для царапинок Аленки полный есть флакон. Побежали. Так, ну вот и Никита догнал Устину. Хорошо, ребята, правильный ответ. Что это у нас? Зеленка. Зеленка, молодцы. Устинушки одна. И Никите две. Одна за правильный ответ, а вторая за скорость. И четвертая загадка. Слушаем внимательно. Не везет сегодня Светке. Врач дал горькие. Что дал врач? Айда, молодец. Устина и Никита тоже молодец. Ответили правильно. Что это у нас такое? Конфеточки? Таблеточки. Не конфеточки, а таблеточки. Правильно, держи. Никита, держи Устина. И давайте почитаем фишки за первый конкурс. Я тоже только что хотела это предложить. Молодец, Никита. Ну давайте считать, сколько ей удалось заработать в первом конкурсе. Ты же посчитал? Сколько у тебя? У меня шесть фишек. Шесть. Устина, а у тебя? Пять. Пять. Практически равный счет. Хорошо, ребята. А вы знаете, что есть люди, которые знают о человеке и о его здоровье практически все? Как вы думаете, где и кем работают такие люди? Никита, первым? Да, правильно. Где они работают? Врачи у нас в каких учреждениях? В больницах, в поликлиниках. А еще знают о человеке практически все, еще ученые. Потому что если бы ученые не открыли некоторые тайны человеческого организма, то бы врачи не знали бы, что ему давать. Например, аппендицит. Аппендицит. Если его бы не открыли, то тогда бы человек, он бы лопнул, и ему становилось все хуже и хуже. Правильно, Никитка. Слушай, а сразу видно, что ты читаешь умные книги. Энциклопедия, наверное, это твоя любимая книга, да? В том числе и медицинская. Я примерно где-то в 5 лет, мне мама прочитала анатомию человека. Там мальчик и девочка, они попали в организм бабушки вместе с котом. Они нашли лупу, которая их перенесла. Ну, мама молодец, она тебе очень интересные книги и истории читает. Хорошо, ребят, правильно вы все сказали. Это действительно врачи. Они сначала долго учатся в университете, а потом работают врачами, докторами. И сейчас я вас познакомлю с одним таким доктором. Внимание ваше хочу обратить на экран. Поворачиваемся. Ребята, привет! Здравствуйте! Привет! Меня зовут Артем Митальевич. Я работаю доктором в детской больнице. Наша работа – помогать вам в любых ситуациях, которые представляют опасность для вашего здоровья. А говорить мы будем сегодня не о серьезных болезнях, а об обычных ожогах, которые с детьми случаются достаточно часто. Давайте представим, что мама во время обеда налила вам в тарелку ваш любимый суп и поставила его рядом с вами. И вдруг напротив окна пролетает стая ворон. И вы нечаянно, наблюдая за птицами, задеваете рукой тарелку с горячим супом. И эта тарелка опрокидывается на вас. Это и есть ожог. Ребята, запомните! Если вдруг случилась такая ситуация, вот что надо делать. Сначала необходимо охладить обожженное место. Если это рука, то под холодной водой в течение 10-15 минут. Это уменьшит боль. Потом надо выпить таблетку, которая снимет боль. Только сами не выбирайте лекарства. Это должны сделать родители. А теперь я расскажу, что делать при ожогах нельзя. Запомните, нельзя прикладывать лед. Он может привести к обморожению кожи. Это только ухудшит состояние. Если у вас на месте ожога появились волдыри, их нельзя ковырять. Туда может попасть инфекция. Нельзя смазывать обожженный участок тела маслом или мазями. Если ожог большой и боль не проходит, нужно набрать на телефоне номер 103. Ребята, на сегодня это все. Будьте осторожны и не болейте. А я желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Никита, Устина, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. Но у меня для вас есть еще одно испытание. Оно, пожалуй, самое важное. И на внимательность. Я вот сейчас узнаю, насколько внимательно вы слушали нашего доктора. То, что он говорил. Эти знания вам как раз-таки сейчас и пригодятся. Итак, я буду читать вам высказывание. Оно, ребята, может быть как правильным, так и неправильным. Если вы с высказыванием согласны, вы поднимаете зеленую карточку. Если не согласны, красную. Задание на скорость имейте в виду. Кто быстрее, тот дополнительную фишку. За каждый правильный ответ тоже фишка. Ну что, готовы? Да. Тогда начинаем. Итак, первое высказывание. При ожоге к ране надо приложить лед. Ой. Устинушка правильно ответила. Единственное, что чуть-чуть позже Никиты. Поэтому Никите две даем за правильный ответ и за скорость. А тебе одну. И слушаем второе высказывание. Место ожога надо охладить, подержав под холодной водой. Правильно. 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 Никита снова две за правильный ответ и за скорость. Устинушке за правильный ответ. Итак, следующее выражение. Третье. Слушайте внимательно. Если ожог большой, то надо вызывать скорую помощь по номеру 103. Правильно. На пять, Никита. На долю секунды оказался быстрее Устины. Держи, Никитка. Две и Устини. Одну фишечку. За правильный ответ. И последнее выражение. Место ожога надо смазать кремом или мазью. Правильно, ребятки. И, по-моему, здесь вы одновременно справились с этим заданием. Так? Молодцы. Итак, Устини за скорость. Очень быстро вы среагировали, потому что по этому за скорость я дам и Устини две фишки, и Никите две фишки. За правильный ответ одну. И одну за скорость. Ребята, сегодня наш первый конкурсный день уже подошел к концу. Я довольна тем, как вы сегодня работали. Давайте посчитаем, сколько фишек за первый конкурсный день вам удалось заработать. Ну что, Устин? Десять. У тебя десять. О, какая круглая циферка. Десять фишек у Устины. Четырнадцать у Никиты. На четыре фишки больше, чем у Устины. Но не радоваться раньше времени не огорчаться нам не стоит, потому что впереди еще целых три соревновательных дня. Ну а сегодня все. До встречи, ребята, в нашей стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова